всем привет добро пожаловать мой мир мир домашнего кондитера в этом видео мы начинаем с вами готовиться к 23 февраля и сделаем вот такой сладкий набор начинаем и нам с вами понадобится конечно же это шоколад у меня молочный колебо 33 и 6 и какао масло микрио все пропорции я укажу в описании сразу хочу сказать что когда мы темперируем шоколад какао маслом микрио мы берем от массы шоколада один процент например если здесь у меня будет 200 грамм шоколада здесь у меня 2 грамма как какао масло если 100 грамм шоколада то здесь 1 грамм какао масло в общем от массы шоколада один процент и теперь мы растапливаем шоколад импульсами в микроволновой печи по 10-15 секунд после каждого импульса тщательно перемешиваем и так делаем до полного растворения, чтобы весь шоколад у нас был растоплен и температура шоколада была 40-45 градусов. Итак, шоколад я растопила. Температура у меня 42 градуса, почти 43 градуса. И теперь нам нужно его остудить. Постоянно вот так вот помешиваем, переливаем до температуры 33-34 градуса. Измеряю температуру я вот таким пирометром бесконтактным. Если такого нет у вас, то в принципе можно обычным который щуп. Им не очень удобно, но когда у меня пирометра не было, я работала обычным градусником пищевым. И тоже все у меня получалось. Итак, остужаем 33-34 градуса. Ну что ж, шоколад мой остыл. Всыпаю все какао-масло микрио и перемешиваю до полного растворения. Рабочая температура молочного шоколада 29-30 градусов. Остужаем примерно до 30 градусов, переливаем в кондитерский мешок и заливаем. Использовать я буду вот такие формы. Они из мягкого пластика. Покупала я, конечно же, их в магазине торт-деко. Ссылочку оставлю в описании. Вот эти вот у меня побольше молоток и ключ. Эти поменьше. И заливаем теперь наш темперированный шоколад. И хорошо обязательно отстукиваем форму, чтобы вышли все пузырьки. И сейчас я оставляю в прохладном помещении температуру от 17 до 22 градусов. Ну где-то час точно они будут у меня застывать. И потом уже будем извлекать и покрывать их кандурином. И теперь я вытащила инструменты. Нужно перевернуть форму и постучать. И теперь я беру сухую кисть, сухой кандурин и тонирую. Ну что ж, инструменты мои готовы. Я взяла вот такую вот коробку для инструментов и сложила туда... Я сначала думала сделать два разных набора, но в итоге решила все уложить вот так в одну коробочку. Но я решила ее кое-чем дополнить. Сейчас покажу чем. Я сделала сладкую колбаску. Рецепт есть уже давно на моем канале. Ссылочку вам обязательно оставлю. Сверху я ее припылила смесью не тающей сахарной пудры и кукурузного крахмала. Обернула силиконизированным пергаментом и ниточкой зафиксировала вот такую вот надпись. Сладкая колбаса. Она у меня просто распечатана на обычной бумаге. Колбасу кладем в коробку и вот такой подарочный набор для вашего защитника готов. Мне кажется, что любой сладкоежка будет рад такому сладкому презенту. А я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Большое спасибо за то, что провели со мной эти минуты. Пока!